Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и сегодня мы с вами продолжаем говорить про новогодний календарь. Уже 21 день, танков остается немного и на повестке дня у нас вышел Lans NC. Танк действительно очень годный и за его цену в 7500 голды, если мы говорим именно о голде, это в принципе неплохо. Если говорить о рублях, то это 1650. Ну, за такую цену у меня сразу какой-то революризе вспоминается, ну, ей-богу, либо же FV4202. Сегодня мы поговорим про данный танк, стоит ли его покупать или нет, потому что именно этот образец очень хорошо подойдет для фарма, ибо есть тому неплохие предпосылки, ну и в общем, в принципе, как всегда и обо всем по порядку. Lans NC. Танк появился, ну, относительно нашей игры недавно, если мне не изменяет память, то, наверное, в 2018 году, потому что раньше он не мог, он вышел уже сразу в HD модели, на HD картах, ну, это был, наверное, 2018 год, то есть где-то осень, ну, то есть так, честно говоря, я не помню. За это время не сказать, что он обзавелся какой-то супер популярностью, потому что за месяц сыграно всего лишь 500 тысяч боев, но при этом игроки как бы подают неплохие надежды и хорошие результаты на данном танке. Процент побед 53,39, что на секунду, ну, в рандоме от нормальной цифры, и при среднем уроне в 1461 для восьмого уровня это тоже хорошо, это норма, потому что на том же защитнике там 1500 с копейками, а здесь, типа, Lans NC 1461. Вообще среди СТ-шек, наверное, на восьмом уровне, как по мне, это второй танк после Проджета, который, ну, годный, для которого есть своя фишка. Конечно, можно вспомнить всяких Центрионов там, Прима Виктория, но именно у Лансена, да, что интересно, это мобильность и это ведь его, как бы, орудие. Пускай в некоторых аспектах оно, конечно, не очень комфортное, но в некоторых оно прям очень хорошее. В начале видео я сказал то, что, ну, танк способен хорошо фармить, и почему? Потому что Альфа-320 и бронепробитие базовое в 208, что для СТ я считаю это вполне себе нормальным, и снаряд такой стоит 570. Мы недавно разбирали КВ-5 с вами, где говорили то, что снаряд с Альфой в 300, да, там бронепробитие пускай нет, стоит 257, по-моему, а у АМХа 1000 с копейками. Так это была Альфа в 300, а здесь 320. И если играть на ББ, да, пускай здесь скорость 930, не самая быстрая, но для ББшки это, в принципе, норма, то можно фармить прям горы серебра, прям очень-очень много серебра, если именно стрелять на ББ на Лансене. Если заряжать голду, в принципе, здесь ее, ну, как бы, небольшой смысл умеет использовать, потому что бронепробитие 242, это немножко нас ограничивает. В основном 260, и чаще всего там то кумуль бывает, то еще что-то, а здесь 242, это подкалибер, стоит он 4400, что, в принципе, для такой Альфы нормально, и летает он 1150. Ну, как бы, здесь все в норме, но единственное бронепробитие 242. Ну, то есть, к чему разница в 34 миллиметра между ББшкой и подкалибером, который, если на дальней дистанции использовать, то станет где-то не 242, а 232, 230. Ну, и, как бы, ну, не совсем логично. Возможно, есть смысл использовать голду не только для бронепробития, знаете, здесь я вот для себя нашел, а именно для того, чтобы снаряд быстрее полетел и, как бы, вот на упреждение взять. Ну, вот как-то так. То есть, с пушкой, в принципе, что по бронепробитию, что по Альфе, я считаю, комфортно, 320, это прям вообще неплохо, и фугасики можно здесь повозить, потому что боекомплект в 65 снарядов, это много, и можно поэкспериментировать. Загружаешь сюда фугасы, 420 Альфы, 53 бронепробития, и по арте, там, по ЛТ кому-нибудь можно давать. Единственное минусы в том, то, что здесь время сведения 2.5, и точность 0.38, ну, и стабилизация, там, все дела. То есть, это некомфортно, это, ну, даже при самом, там, лютой сборке, все равно ты не сделаешь, чтобы показать ли время сведения 2.2 пускай. Ну, даже, я не знаю, если боновое все поставить 2, и время, и разброс, ну, 0.35, 0.34, ну, все равно, короче, с точностью и с сведением проблемы. ДПМ хороший, 200 базовый, и при своей Альфе он перезаряжается очень комфортно и очень быстро, а также, увы, она пушка вниз на 10 гнется, это тоже плюс. По броне, давайте кратко, брони вообще нету, то есть, верхний бронелист 175 мм, иногда семерок танкует, нижняя в 7 пробивается, башкой иногда что-то танканет маской, и все. То есть, чаще всего танк пробивается, иногда изредка какие-то там, ну, не знаю, залетные снаряды рикошетят. Все, во всех остальных ситуациях все пробивают Лансена и практически во все места, это уже, как бы, есть. По удельной мощности и по скорости здесь тоже, в принципе, все хорошо, потому что, ну, как бы, 28,4 удельная мощность для СТ, но вы сами понимаете, то, что это реально круто, какой бы там не был танк, даже для ЛТ это, в принципе, нормальные показатели. И при вашей максималке в 50 и 20 назад танк их набирает вообще по щелчку и на горку едет уверенно, то есть, с мобильностью вообще никаких проблем. И на месте поворачивается хорошо. Опять-таки, неплохая маскировка, потому что танк не самых больших размеров, но и как плюс заранее идет вот камуфляж. Я не знаю, по идее он на всех, а, нет, не на всех, не на всех машинах, типа это как 3D, там, доплачивать нужно. Не на всех идет, но тоже, если с этим, а, нет, его здесь не продается, к сожалению, блин, жалко. А так бы топовый камуфляж изначально идет, там, точнее, внешний вид, стиль, ну, короче, вы меня поняли. Вот, по обзору здесь 380 метров, для СТ нормально, то есть, по всем параметрам танк хорош, единственное, в броне. И, как бы, он подсветить может и в кустах поставить, и поехать, и пострелять, то есть, он неплох и фармит при этом. Что ставить на данный танк? Как по мне, это досылатель, это вентиль и, наверное, усиленные приводы наводки, потому что стабилизация здесь плохая, и я не думаю, что стабилизатор что-то уж прям сильно подправит. Но это лично моя такая сборка, на которую я играл, и мне понравилось. То есть, Лансен, это вот танк из всего этого календаря, ну, действительно, такой неплохой, но это танк, реально, я советую игрокам, которых за 50% побед, за нормальное, за 20 где-то тысяч отыгранных боев, да, уже с опытом, ребята. Им подойдет этот данный танк, потому что это типа тот же СДС, только с другой пушкой, вот, ей-богу. Вот, присмотритесь, действительно, годная машина за свои деньги. Сейчас, конечно, в комментариях напишут, опять шлак, рекомендуешь. Но я рекомендую, а покупателей нет, тут вы смотрите сами. Я лишь советую, и вот данная машина очень-очень годная. Честно, я вот прям серьезно, я бы ее приобрел к себе в ангаре, но пока нет такой возможности, буду ждать какого-то более лучшего шанса. Все, ребят, спасибо большое за просмотр, не забывайте то, что на моем канале сейчас проходит конкурс, ссылка в описании, и в конце будет антонация, там все можно будет увидеть. Лайки, дизлайки, комментарии, не забывайте подписываться, может, в этом году дойдем до 19 тысяч. Ну и все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok